Добрый день! Вы смотрите программу о животных, бродячих, кто рождён на улицах или остался в результате безответственного отношения людей и домашних. Кому посчастливилось обрести свой дом и хорошего владельца. Наша программа называется «Хочу домой», и вы смотрите телеканал «Самара Гиз». Итак, краткий анонс, что вы сегодня увидите? Конечно, видеовизитки. Ещё раз напоминаем, что мы показываем собак и кошек, которым ищем владельцев, посредством нашей программы. Обратите внимание на видеовизитки, и если не вы возьмёте животное, то передайте хотя бы информацию своим друзьям и родственникам, которые, может быть, захотят осчастливить собаку или кошку, забрав кого-нибудь из них домой. После каждой видеовизитки, ещё раз обращаем внимание, мы указываем номера телефонов, по которым вы сможете позвонить, узнать полную информацию и забрать животное домой. Далее, наш эксперимент. В начале лета мы решили провести эксперимент и приучить двух очень диких собак людям и немного социализировать и сделать послушными. Занятия подходят к концу, и мы решили показать, сколько времени придётся потратить, чтобы пойманную дикую собаку со слабонервной системы приучить к человеку и выполнять команды нового владельца. И сегодня у нас в студии врач, который лечит людей, не животных, но который также связан с темой животных, в основном собак, врач-тервматолог, заведующий тервматологическим пунктом Самарской городской клинической больницы номер 2 имени Симашко Михаил Калинин. Ну и тема беседы, первые действия, если вас укусила собака или отцарапала кошка, и важность прививок от бешенства и столбника. Итак, здравствуйте. День добрый. Ну и первый вопрос. Стаж вашей работы, как давно вы занимаетесь травматологией, какой у вас опыт? Ну работаю я в области травматологии уже около 18 лет. Работаю в стационаре, и посчастливилось мне возглавить наш травмпункт больницы Симашко, которым я уже, наверное, более 8 лет уже заведую. Точнее, ну уже не помню даже сколько. А травматолог, это человек, который, у него деятельность вообще такая обширная, да, или какая-то узконаправленная, только переломы, или только покусы собак? Что такое травматология? Торматология достаточно обширная часть, это опорно-двигательная вся система, полностью затрагивает все ее отделы, и, помимо прочего, это еще очень важные профилактические привки, про что мы сейчас, в принципе, и говорили. Это столбняк и бешенство, это основополагающие как бы... То есть это тоже относится к травматологии? Это все относится, это относится вообще к общей медицине, ко всей, но как часть, то есть и в травматологии это присутствует. А скажите, у вас у самого есть собаки? Да. Какие породы? Ну у меня лабрадор, йорк и джекрас. Послушная? Достаточно, да. Но ее недавно приобрели, она еще маленькая. Ну, а вы как собаковод, я так понимаю, что уже человек тоже со стажем, да, насколько часто вы сталкиваетесь с травмами, нанесенными от покусов собак? Вот именно, ну, возьмем конкретно по вашей клинике. Ну, скажем так, в день это примерно одно-два обращения, то есть вариации бывают чуть больше, чуть меньше. Вы сами вот лично, ну, может там ваши врачи, сотрудники, видите какую-то статистику по... Да, разумеется, конечно. Эта статистика ведется, она отображается, она и общеизвестна, как бы. Ну, вот человек пришел в травмпункт, его укусила собака или царапала кошка. Его действия какие должны быть? Ну, во-первых, это прийти в травмпункт, это изначально. Если он уже туда попал, то есть ему будет оказана квалифицированная полноценная медицинская помощь в полном объеме. А, ну, полноценная помощь, это вот что, какие-то такие интересные довольно-таки случаи есть по укусам? Тут же положили в больницу или все-таки сделали укол и отправили домой? Ну, тут... Очень многие люди боятся идти в травмпункт, потому что, да, потому что придется делать прививки или придется делать уколы от беженства. Раньше их было, насколько я понимаю, 40 штук, да? Это было очень давно. Давно, да. Понимаете, тут бояться не стоит абсолютно никаких подводных, неподводных камней, ничего. Когда больной приходит, то есть первонаперво, даже в домашних условиях, что начнем, наверное, с этого, что ему необходимо сделать? Это первонаперво промыть рану проточной водой с любым детергентом. Это мыло или тому подобное, любые вещи. Дальше, то есть перевязать рану и обратиться в травмпункт. Врач уже будет расценивать эту ситуацию и назначать определенный курс вакцинации. Человек пришел, да, человек промыл водой проточной, и многие боятся этого делать. А с мылом. А с мылом, да. То есть сначала развести мыло. Нет, обычно, как моем руки, обычно промыть рану проточной водой с мылом и все. А какое мыло? Душистое или какое-то хорошее? Нет, это обычное, то есть мыло, которое у нас есть, там, детское мыло, там, или хозяйственное. А что оно делает с раной? Там среда щелочная, то есть и вирус неустойчив в этой среде. Хорошо. Какие раны можно промывать, а какие нежелательные или все раны? Бывают рваные раны, там, большие, средние. Вообще это входит в оказание помощи против бешенства, и необходимо промыть рану с любым детергентом, то есть мылом. Любой площади? Ну, конечно, разжигается, да. Если нет поблизости мыла, нет проточной воды? Тогда первым делом надо, конечно, обратиться в ближайшее лечебное учреждение, где в любом случае эту помощь окажут. А можно ли заливать рану йодом, зеленкой или раствором марганцовки? Значит, смотрите, заливать саму рану внутреннюю, полости раны, то есть марганцовкой, йодом, там, или другими антисептиками не рекомендуется. Можно обработать там 70% спиртом, либо там йодом, края раны, но саму рану не надо. Какие часто случаи у вас бывают? Покусы от собак или травмы от кошек? Я помню, я в 6 классе, меня кошка сильно царапала, меня тоже вводили в пироговку, в травмпункт и обрабатывали все это дело. Что сейчас чаще от того травмы идут? Как правило, сейчас вот в какой-то такой статистике четкой, чего больше, или кошки, или собаки, их нет. Наверное, все-таки процентов 60, это все-таки бродячие, то есть бездомные животные. Из них, наверное, процентов 30-40, наверное, это, наверное, все-таки собаки. Ну, вот многие из-за волонтеров, которые защитники, они утверждают, что бродячие собаки мало кусают, и в основном кусают домашние собаки. Так ли это, на ваш взгляд? Да, на мой взгляд, это не так. 50 на 50. В принципе, одинаково. Все зависит от животного, как оно, и был ли укусом спровоцированно. Итак, предлагаю прорываться на несколько минут, чтобы посмотреть видеовизитки. Двум кошкам и одной собаке ищем своих ответственных, да что там, просто хороших владельцев. Это классная пушистая кошка Амадея готова уйти из приюта кошек в любое ближайшее время, стать другом семьи и доставлять удовольствие домочадцам. Ей около 4-х лет. Кошка немножечко пугливая, но в целом на вкусняшку ее приманить можно. И чуть больше ей понадобится времени на адаптацию в новом доме. Но к людям она при этом очень контактная, может на руках сидеть. Также она хорошо ладит с другими котами. У нее, если заметить, у нее чуть-чуть мутные глазки. Это следствие перенесенного вирусного заболевания в детстве, но ей это не мешает. То есть она хорошо видит и ориентируется в пространстве. Особых проблем со здоровьем у нее нет, поэтому спецкомов никаких пока не требуется. Амадею и еще двух ее сестер принесли зооволонтеру в возрасте 7 месяцев. Сестры совершенно не контактные, а вот Амадея имеет хороший покладистый характер. Итак, ищем кошки Амадеи, хорошего, ответственного владельца. Обращаться. 8-927-651-21-95 Очень похож на лабрадора и, скорее всего, один из родителей был лабрадором. Этого черного пса зовут Хартия. Ему около двух лет. Нашли год назад бегающим вдоль трассы на Новокуйбышевском тракте. Волонтерам удалось определить его в приют. Это замечательная собака, очень веселая, невероятно активная. Все так, как полагается лабрадорам. Он добр, но в новой семье будет необходимо заниматься своего воспитания, потому что это достаточно немелкая собака. У него есть много сил. И характер у него тоже не излезет. Но он невероятно ласков, невероятно любит внимание людей и длительные активные прогулки. По опыту обустройства таких собак мы знаем, что если пройти с ними курс дрессировки, то через 3-4 месяца собаки такого темперамента становятся очень спокойными и преданными своим владельцам. Обращаться. 231-41-00. Этот кот надеется, что когда-нибудь его заберут домой, и он станет полноправным членом человеческой семьи. Зовут его Дункан. Обратите на него внимание. Очень ласковый, контактный, красивый котик. Любит общаться с людьми, любит поиграть, вкусно покушать. По отношению к другим животным, ну, такой лояльный, но может иногда и лапы двинуть. Вот, но в целом кот очень классный. Мы до сих пор не понимаем, почему его домой не забрали. Мы надеемся, что после этой программы кота по кличке Дункан заберут домой. И если не вы, то передайте информацию о нем своим друзьям и соседям. Обращаться. 8-927-651-2195. Итак, напоминаю, мы беседуем на очень важную тему Михаилом Калинкиным, заведующим травматологического пункта Самарской городской клинической больницы номер 2 имени Симашко. Что делать, если на человека напала собака и образовалась рваная большая рана? Как правило, в травмпунктах зашивают или не зашивают? Понимаете, дело в чем. То есть, любая укушенная рана, она считается опасной по бешенству. Показаниями кушевания раны, это единственное, что это кровоточечные сосуды, прошивание и косметология. Все остальные раны укушенные, их зашивать нежелательно и противопоказанно. Потому что это может ускорить процесс развития заболевания бешенства и привести к нежелательным результатам. То есть, получается, надо просто промыть эту рану, пускай она будет... Она должна открытая быть, да, а потом уже, то есть, в процессе, когда она будет очищаться, уже потом вторично накладывать швы и подобные вещи. То есть, получается, вот я иногда сталкиваюсь с тем, что у человека рваная рана, довольно-таки обширная, там по 10-15 сантиметров, и ее подзашивают, а в конце делают такой некий дренаж. Ну, это возможно, да. То есть, это зависит от, во-первых, локализации раны, то есть, глубины ее повреждения и тех, скажем, слоев, которые находились в ране. То есть, повреждены мышцы, сосуды и тому подобные вещи. Скажите, а вот что опаснее укус и царапки кошки или собаки? Ну, из практики, это прежде всего только из практики. Все-таки укушенные, там, царапанные раны, нанесенные, там, собаками, они заживают легче. То есть, укушенные, царапанные раны, нанесенные кошками, заживают всегда очень нехорошо. Бывает, через нагнаи, нагнаиваются они чаще, дольше заживают, бывают какие-то осложнения тоже. То есть, очень вот, не очень хорошо кошки все-таки заживают. А какая статистика, когда человека после покуса кошки или собаки кладут в больницу? Ну, тут зависит, во-первых, от локализации и от того, какая рана. То есть подлежат она госпитализации, нет. Это может определить только врач. Сам человек никак. Вот за последние, допустим, 2-3 недели есть ли какая-то информация по покусам людей? За последние 2-3 недели, но я говорил, это в пределах 2-3 человек в день. Я могу сказать просто общую статистику по обращениям. Это примерно от до полутора тысяч, плюс-минус небольшой. Это в год? В год. Обращение по укусам проходит через наш там металлогический пункт. И всем этим пациентам оказывается помощь. То есть, в принципе, 365 дней в году получается почти по 5 человек. Ну, когда-то больше, когда-то меньше, это зависит от этого. Сезонность тоже имеет значение, конечно. Ну, и самая важная тема, тема прививка от бешенства. Врачи, травматологи, они сами прививаются от бешенства или нет? Нет, она не входит. Это не относится в календарные прививки обязательно. Если, допустим, человек занимается кинологией или филинолог, ему обязательно делать прививку от бешенства? У них есть эти прививки, они должны их делать, где есть риск заражения бешенства. И те же самые лесники и подобные категории, они обязательно должны быть привиты. А как часто они должны ее делать? Вообще, какой период, что я должен, допустим, год через год или год через два? Там есть определенная схема профилактических прививок. Это не относится к экстренной профилактике бешенства. То есть, там профилактические прививки. Ну, то есть, раз в год? Там примерно, да, раз в год. То есть, раз в пять лет и по разному идем. А вот за рубежом, допустим, делают там раз в два-три года такие прививки, но именно собакам или кошкам. У нас почему-то делают раз в год обязаны делать. Ну, это, наверное, вопрос лучше ветеринарам переадресовать. У нас, да, действительно, раз в год. Не могу объяснить это. Ну, раз в год делают, да, обязательно. А раньше делали 40 уколов. Сейчас какое количество уколов нужно сделать для того, чтобы обезопасить человека от бешенства? Ну, здесь же мы, опять же, говорим про экстренную. То есть... Ну, да, человек получил травму, и вот он идет, соответственно... Во-первых, тут надо людям понимать то, что бешенство – это абсолютно смертельное заболевание. И лечение бешенства в данный момент во всем мире, его не существует. Единственная цель – это только профилактика. Профилактика – это принудительная, то есть, превентивная вакцина-профилактика по определенной схеме, это всего шесть прививок. Вот сейчас на данный момент, да? То есть, раньше было 40, сейчас шесть. Нет, но это было давно. Сейчас шесть прививок. А в течение какого периода они делают? Они делают по определенной схеме на протяжении 90 дней. Шесть прививок, там, в разные дни, в разные промежутки времени. То есть, три месяца, получается. Ну, да, 90 дней. Последняя прививка на 90-й день с момента, получается, обращения. А если, допустим, да, сколько времени должно пройти, скажем так, ну, сутки-двое, или вот человек, ну, не смог сразу обратиться, там, и обратился через сутки только. Значит, смотрите, здесь, опять же, мы укладываемся в то, что это особо опасная инфекция. Ну, да. И лечения бешенства нет. Инкубационный период по бешенству может длиться от нескольких дней, по некоторым данным, до одного года и более. То есть, и в тот момент, то есть, когда человек решил прийти к врачу, это считается первой прививкой, и ее делать никогда не поздно. То есть, прошел месяц, прошел два, прошло три. Не имеет значения. Ему надо делать эту прививку. То есть, получается, бешенство, это не вот, что прям через три дня человек начинает болеть через... Нет, не обязательно. Абсолютно. Он умирает. А были ли вообще случаи бешенства вот в вашей больнице? Нет, у нас не было. То есть, все ровно. У нас достаточно благополучная эпидемическая обстановка, поэтому мы не видим даже ни клинические картины, ни... К нам не обращаются такие пациенты. Мы их не видим. Спасибо большое. Ну и так, время уйти от беседы всего на несколько минут, чтобы посмотреть видеоотчет о нашем эксперименте, который мы начали в конце мая, и первую его часть практически закончили. С двумя очень-очень дикими собаками. Посмотрите. Чуть больше трех месяцев, не торопясь, мы работали с двумя дикими собаками. История простая. К нам обратились за волонтеры с просьбой о помощи в работе с двумя непростыми по характеру собаками. Далеко не каждый кинолог пожелал бы взять таких собак. Не то чтобы на дрессировку, а хотя бы на первичное воспитание. Мы решили рискнуть, благодаря активной поддержке кураторов этих собак. Итак, сейчас начинаем работать вот с этими тремя горняшками, метисами. На лунке очень энергичные, агрессивные, боязвимые. Посмотрим, что получится. Кидались, боялись, выскакивали из будки, пытались укусить. Первая встреча. Час. Мы просто простояли возле клетки. Вторая встреча. Еще час. Сделали первую попытку зайти в клетку. С пятого или шестого раза прикоснуться к первой собаке. По кличке Снув. Молодец. Пошли. Хорошо. Молодцы. Хорошо. Все, все. Вот, молодец. Вот, молодец. Хорошо. Умница. Бравочки. Хорошо. Итак, выход совершили. Теперь главное пройти по территории приюта среди лающих собак. Итак, мы сегодня попробуем пройти путь, ну, скажем так, по времени минут 15-20. По расстоянию, ну, наверное, километр туда, километр оттуда. Вот так мы идем. Итак, от занятия к занятию. От простого элемента к сложному. Увеличиваем расстояние и из весьма спокойной локации передвигаемся в сложную для собак, где есть люди и машины. Итак, мы дошли до дороги. Вот. Теперь мы здесь боимся. Стоим, боимся. Нет, 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 Снуфи. Молодец. Хорошо. Умница. В отличие от Снуфа, маленькая рыжая каштанка имеет более выраженную реакцию страха. Ей понадобилось больше времени, чтобы привыкнуть к новому человеку. Буквально там на третье-четвертое занятие она уже более-менее стала чуть-чуть что-то подходить как-то. Но вот сейчас уже 17 занятие, и собака все равно продолжает как-то чуть-чуть побаиваться. Причем побаиваются, я так понимаю, именно людей именно такого высокого роста. Когда вот так перед ней садишь, то, в принципе, она может даже подойти и поцеловать, даже руку лизнуть. Вот, вот, молодец, умница, хорошо. Хорошей динамикой во время занятий с каштанкой было и то, что она перестала интенсивно убегать вперед. И поняла, что идти рядом – это для нее положительная мотивация. Итак, итог трехмесячной работы при трех-двух занятиях в неделю и каждой третьей неделе перерыва. Это адаптированные собаки к человеческим рукам, небольшое послушание и выполнение команд, даже когда очень страшно. А если бы контакт происходил ежедневно и в домашних условиях, то эти две милые собаки вызывали бы у их потенциальных владельцев только положительные эмоции. Ну, и вопрос очень часто возникает у собаководов, если собака домашняя, и, ну, она укусила от того, что, ну, может кусаться чисто от своего характера. Она не выходит на улицу, допустим, или выходит, но она не общается с другими собаками. И человек приходит в травмпункт и говорит, что меня укусила моя собственная домашняя собака, потому что я ее достал. Бывает же такое. В этом вопросе делать или не делать прививки, я так полагаю. Значит, смотрите, прививки однозначно назначаются сразу же, вне зависимости. Животное известное, неизвестное, бродячее оно, домашнее, получало оно прививки, не получало прививки, назначать надо. Дальше что происходит? То есть, хозяин, если это домашнее животное, известное, то есть, он может обратиться к ветеринару, который по истечении определенного срока, он выдаст справку о том, что животное бешенством не дано. И дальнейшие прививки, они просто отменяются в соответствии с тем, чтобы на основании справки от ветеринара, конечно. То есть, в любом случае, если человек укусила собака, своя собственная домашняя, он приходит к врачу и говорит, меня укусила собака. Врач говорит, все, давайте мы поставим одну прививку. Одну прививку поставили, там через 4 дня, допустим, вторая прививка, а за эти 10 дней идет наблюдение за собакой. Однозначно да. То есть, ветеринар должен наблюдать за ней и по окончанию наблюдательного периода, то есть, это в течение 10 дней, выдавать справку о том, что там, допустим, не было бешенства и все. И все, и человек... На основании этой справки уже врач прекращает, то есть, прививки. А, следующее, насколько опасна прививка от бешенства для здоровья человека? Вы знаете, здесь всегда надо подходить пользой вред. То есть, учитывая, что это заболевание, оно опасно и смертельно, противопоказаний к прививкам против бешенства нет. То есть, это делается всем в одной и той же дозе. То есть, к ним нет противопоказаний никаких. Ну, за исключением определенных аллергических реакций, то есть, там, тяжелых каких-то соматических, там, много всяких вещей, которые требуют иногда госпитализации и приведения наблюдения в динамике за пациентом именно в этом отношении. А так она делается абсолютно всем. А прививка человеческая, которую делают людям, и прививка, которая делается собакам и кошкам, она похожа друг на друга или нет? Я вам не могу сказать, что в ветеринарных клиниках производят, но наша вакцина, которая произведена в Российской Федерации, она доказывает полнейшую эффективность, и в профилактике бешенства практически нет. Вот, кстати, очень часто задают вопрос, когда делают прививку от бешенства, можно употреблять какие-нибудь, там, напитки горячительные? Вы понимаете, это всегда... Мужчины обычно, да, очень часто спрашивают это. Конечно же, вы понимаете, дело в том, что все связано с иммунитетом. Как наработаться иммунная реакция? Если человек, конечно, будет употреблять алкоголем, там, какими-то определенными другими вещами, иммунитет просто не будет развиваться в должном образом. И поэтому эти вещи на этот период желательно убрать или исключить полностью. Ну и вопрос такого плана, симптомы бешенства, самый вот важный вопрос, как они, что, с чего все начинается? Ну, прежде всего, это инкубационный период, то есть, это когда возникает первичная вот реакция, это не бывает, это температура, он может быть разный, то есть, мы уже говорили, что в течение года больше может быть. На какой стадии заболевания у человека мы можем дойти до точки невозврата? То есть, понимаете, если человек заболел бешенством, лечения бешенства нет, это точка невозврата. Ну, вот вы говорите, инкубационный период. То есть, это начальное проявление бешенства, это заболевание. До этого момента мы не знаем ничего. А есть ли какие-то тесты, маркеры по поводу бешенства, чтобы понять, болеет человек бешенством? Когда они появляются, бывает уже поздно. А вот если... Если она укусила, и в этот же день ничего, там, в два-три дня, иногда ничего невозможно определить. Именно поэтому и существуют превентивные именно прививки, для того, чтобы предупредить развитие заболевания. А в крови когда можно обнаружить? Ну, это уже с разгара заболевания. Уже в разгар, когда уже точка невозврата. То есть, это уже заболевание, и уже, то есть, мы понимаем, что точка невозврата. То есть, не зря говорят людям, которые очень активные, очень сильно ругаются, да, вы что, бешеные, что ли, да? Ну, нет, почему? Инкубационный период, если вы сказали, в течение года, то, да, я думаю... Вполне, были еще больше даже описаны случаи. А были ли такие случаи вообще, реально, в вашей практике? В моей нет, то есть, это в литературе я читал, то есть, мы видели, то есть, когда-то после, там, 10-11 месяцев бешенства возникало. Все это описано. Ну, и, наверное, последний вопрос. Вы, как собаковод, скажите, пожалуйста, по поводу, мешают ли вам бродячие собаки, вот, в вашем районе, и вообще, на территории больниц, я вот знаю, насколько их много бывает, потому что их там прикармливают, ну, по крайней мере, раньше это было. Ну, вот, знаете как, то есть, если взять, допустим, там, в ближайшие, скажем, там, 3-5 лет, то этих животных стало гораздо меньше. То есть, и значительно меньше. Если раньше они, там, стаями, то есть, бегали, видно было этих животных, то, допустим, сейчас вот на территории больницы я их не вижу. То есть, где-то возле школы, где вот какие-то учебные заведения, ну, редко-редко когда-то встречаешь. То есть, по сравнению, там, с пятилеткой назад и сейчас, то есть, их в разы стало меньше, бродячих животных. Мешают ли бродячие собаки выгул, вот, допустим, ваших собак? Ну, моих нет. Остальным я, ну, не знаю. Кому-то, наверное, мешает. Ну, понятно. Ну, и последний вопрос, наверное, а насколько вот необходимы штрафы для людей, которые безответственны и держат собак на выгуле, на свободном выгуле и так далее? Необходимы ли вообще? Как с этим, как с этой проблемой бороться? Ну, это вопрос, наверное, больше, наверное, не ко мне все-таки. Это вопрос и философский, и тут надо подходить и к тем, и к тем. Ну, во-первых, то есть, если это, конечно, бойцовская собака, и она, то есть, гуляет без поводка, без намордника, то есть, это опасно для людей иногда. То есть, мы же не знаем, когда она может напасть. Она может защитить своего хозяина и укусить. То есть, это факт, ну, как бы стоит, наверное, за это штрафовать. Если это маленькая ручная собака, ну, тогда смысл-то зачем? И на нее одевать на морде. Здесь надо исходить из здравого смысла все-таки, прежде всего. Наверное, я думаю, так. Ну, что ж, большое спасибо. Очень интересная тема, а главное, очень важная. Но, к сожалению, нам придется констатировать, что время нашей программы завершилось, и мы просим вас быть осторожными и не попадать на зубы собак и кофти и кошек. Мы говорим вам до свидания и мирного неба над головой.